Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Ziv Simulator. Ну, короче, симулятор вора, если так переводить на русский. Вот. Для этого, чтобы получить скрипт, ну и скачайте сам чит, переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет в описании. Также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее, на самом рекламном сайте побудьте где-то 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Далее, если у вас нету никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой из предложенных читов, либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star, также он используется без ключ-системы, Splash с ключ-системы. Ну, в целом, какой чит вам больше нравится, тот и используйте. Далее, в поиске пишем Simulator War. Пока что на моем сайте есть только один скрипт на него, ну, чуть-чуть. Но в скором времени их будет намного больше. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Значит, мы его полностью копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Заранее, в принципе, в чит можно вставить санскрит. Далее, в настройках выбираем CraneL, потому что с CraneL, как вы знаете, намного лучше. Все скрипты работают. Далее нажимаем кнопку Inject. Ждем, когда Inject произойдет. Все отлично у меня получилось. Заинжектится. Значит, смотрите. CraneL использует этот ключ системой. То есть, ключ вам нужно будет получать каждый день. У вас откроется окошко. Оно будет у вас открыто. Оно не пропадет, если вы ключ не получали. Копируете там, короче, ссылку. Далее вставляете в поисковую строку браузера. Нажимаете поиск. Проходите капчу. Далее вас перекидывает на сайт. Вы на том сайте ждете 15 секунд. И потом делаете все то же самое около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется сам ключ. Вы его копируете. Вставляете в это окошко, которое у вас открыто. Нажимаете Enter. Оно пропадает. И у вас получается заинжектиться. Далее нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, когда появится сам скрипт. Так. Почему-то не появился. Давайте еще раз нажмем. Эм. Так. Секундочку. Энжек тут не прошел. Да, Энжек прошел. Но почему-то он не хочет открываться. Короче, я немножко изменил ссылку на скрипт. Просто, короче, на сайте есть такая проблема. Если скрипт довольно длинный, он там немножко меняется. И у вас не получается его использовать. Я сейчас сделал, в принципе, коротким его. Чтобы он не был таким длинным. И давайте проверим, будет он работать или нет. Нажимаем кнопочку Exclude. Да. Все, вот он появился. Отлично. А также на сайте я тоже заменил этот сам скрипт. Чтобы он у вас работал. Ладно. Давайте переходим тогда к функции. Здесь, в принципе, их немного. Самые обычные, самые стандартные. Ну, такой простенький скрипт. В принципе, я думаю, здесь особо многого и не нужно. Значит, RobOnce. Это получается ограбить одного NPC. Как видите, мы его ограбили. Все получилось. И все. И получается, ограбление остановилось. Также есть функция RobEverybodyOnce. Это он будет сразу, получается, нескольких NPC грабить. Как видите, это все отлично работает. Также деньги прибавляются. И в какой-то момент он сейчас, по идее, должен остановиться. Да. Отлично. Далее есть кнопка Sell. Нажимаем. И, как видите, все продается. Также можно зациклить, получается, автоматическое ограбление. Включаем эту функцию. RobLapid. И вот так вот ограбляем. В принципе, как видите, тоже все работает. Интересно, оно остановится или нет. Вроде как, по идее, должно остановиться. Если я не ошибаюсь. Так, все, оно остановилось. Ну, возможно, оно остановилось из-за того, что я уже всех ограбил. И нужно подождать какое-то время. Давайте пока что все продадим. Так, почему-то не продается. Странно. Ну-ка. Так тоже не продается. Значит, у меня, скорее всего, нечего продавать сейчас. Так, давайте идем в апгрейды. Это скиллы. Не знаю, это то или нет. Давайте прокачаем. Вот это вот. Купим. Что это такое, я не знаю. Потому что я не играю в эту игру. Первый раз зашел. Здесь, по идее, магазин есть? Да. Отлично. Tools. Это, получается, для взлома дома, если я не ошибаюсь. Но здесь ограбление только работает на NPC. Ну, то есть, санскрипт. Бэкпак. Вот, в принципе, можно улучшить бэкпак. Так, и на это тоже хватает. Отлично. Далее, какие-то чертежи. Вроде бы как. И апгрейды. Ну, на апгрейду на один только хватает. Окей. Далее. Давайте попробуем включить заново эту функцию. Так, все, она включена. Но почему-то что-то он не фармит. Странно. Так, мы продали. Еще раз включаем. Вот здесь, справа снизу, пишет 0 people. Ну, короче, не нашло. Типа, я понял, NPC, кого грабить. Ну, хотя... Как видите, мы можем ограбить их. Ладно. Давайте тогда включим Rob Everybody Once. И будем тогда, если что, эту функцию использовать. Как видите, она работает. Ну, я повторюсь то, что скрипт довольно простенький. Так что особо здесь на него надеяться. Ну, такое себе. А, и мне написало справа снизу то, что я ограбил 27, получается, NPC. Отлично. Квесты, в принципе, нам особо-то и не нужны. Давайте здесь апгрейды прокачаем. Давайте силу по максимуму прокачаем. Не знаю, для чего она здесь. Так, давайте попробуем опять эту функцию включить. Rob Low Apart. Ну, как видите, что-то она не хочет работать. Тогда лучше вторую по счету функции использовать. Это Rob Everybody Once. Так, давайте еще раз нажмем. Ага, она сейчас до сих пор грабит, но почему-то всего лишь по два. Возможно то, что мало NPC, либо возможно то, что скрипт немножко багает. В целом, не знаю, с чем это связано. Но самое главное то, что это работает. Также напомню то, что будут еще другие скрипты на этот режим. Так что не переживайте. На сайте их будет довольно много. Так что какой скрипт вам больше будет нравиться, тот можете использовать. Ну ладно, в принципе на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok